Сегодня на военную службу отправились еще 17 призывников Ненецкого округа. Пятеро из них отдадут долг родине на одном из самых боеспособных кораблей в акватории Белого моря – Наринмар. Владимир Рожин расскажет подробнее. Первая и, пожалуй, самая важная процедура перед отправкой в архангельский сборный пункт – телесный осмотр. Состояние здоровья должно быть идеальным. Если у новобранцев в день мобилизации глубокая рана или сильный ушиб, в армию уже не возьмут. Ждать придется как минимум год. Впрочем, сегодня все обошлось. Все ребята годные, с категории годности А. Ребята идут на военно-морской флот, северный флот. И поэтому ребята должны быть с категории годности А здоровые, все до единого, все под одну гребеночку. Сразу после осмотра будущих военнослужащих собирают для общего инструктажа. Процедура традиционная. Новобранцев предупреждают о возможных трудностях и дают необходимые советы. В частности, рассказывают о том, как вести себя в войсковых частях. Впереди целый год вдали от дома и родных. Армия – это не курорт, и вы должны это понимать. Естественно, не будет у ваших близких, родных. Зато будут друзья, будут товарищи. Поэтому обязательно надо быть контактным, чтобы появились товарищи. Я хочу сказать, что армейская служба, она очень, скажем, серьезная. В команде 17 человек. Пятерым предстоит служить на малом противолодочном корабле «Нарьенмар». Среди них Тимофей Ануфриев. Молодой человек не скрывает, в армию идет с большим желанием. Стать военнослужащим – его давняя мечта. Я готов служить, хочу. Как бы у нас все семьи служили, по крайней мере, по моей отцовской линии. Я думаю, может, в разведку попаду, еще что-нибудь побегаю, там по лесам еще что-нибудь. Но корабль тоже неплохо, в целом рад. Для большинства ребят служба в армии – своего рода необходимость. Ведь без военного билета сложно устроиться на хорошую работу. Новобранцы тем временем признаются – год в керзовых сапогах – это еще и хорошая возможность получить жизненный опыт, а также подтянуть физическую форму. Ну, конечно, жизненный опыт. Ну, как всегда. Школа жизни, не знаю, как их назвать. Ну, надеюсь, но лучше. Конечно, волнительно, неизвестно всегда, ну, не пугает, но волнительно больше. Да. Ты на Наримар попадаешь, на корабль? Да, на корабль Наримар. Что, как тебе? Ты рад этому, что Наримар? Ну, да, такая честь из Наримара в Наримар. Вот. Ну, ребята пришли с Наримар, говорят, служба хорошая, как бы, все замечательно. До самолета всего считанные часы. Родные, близкие и друзья новобранцев прощаются с будущими защитниками Родины. Тот редкий случай, когда каждый из провожающих испытывает противоположные чувства. И волнительно, и, с одной стороны, радостно, и, с другой стороны, немножечко грустно. Радостно, потому что провожаем его служить Родине. Грустно немножко, потому что целый год не будем с сыном видеться. Как думаете, каким он придет из армии? Ну, возмужалым. Мужчиной? Серьезным мужчиной, да. Да. Успокаивает то, что служить только всего лишь годик, не два, как раньше. Старший брат служил два года, младший будет годик. Ничего, настрой позитивный, нечего волноваться, все будет хорошо у него. В ближайшие несколько дней новобранцы проведут в распределительном пункте Архангельска. Именно оттуда они отправятся к месту несения службы. Что касается призывной кампании, то в нашем регионе она продлится до середины декабря. Ряды российской армии пополнят еще порядка 30 жителей Заполярья. Владимир Рожин, Владислав Носкин, Телеканал «Север».